Василий Юрьевич, самые главные пункты нынешнего послания, 16-го послания Федеральному Собранию, для Вас лично? Начало послания, когда такая важнейшая задача государства сбережения народа, а значит и все, что сказал президент, касалось поддержки государством человека, человеческого фактора, создание условий для позитивной динамики в демографии, в том числе через поддержку нашего образовательного пространства и поддержку семьи, конечно. Без здравоохранения это тоже невозможно, поэтому президент акцентированно уже в очередной раз в этом году, обратил внимание, что в национальных проектах роль первичного звена здравоохранения является принципиальной. Буквально один факт, в Ростовской области 1031 факт, это означает, что мы их создавали, но сегодня нужны кадры, потому что там работают люди предпенсионного возраста. Сегодня очень важно, чтобы мы готовили врачей в поликлинике районного уровня, и президент об этом говорит, модернизация первичного звена, не только наполнение техникой, технологиями, но и людьми, которые это будут реализовывать. Вот все, что я говорил о социальной сфере, и у человека невозможно сделать без развития инвестиционного потенциала регионов. И крупный бизнес, отдельно подчеркнули, конечно, малый и средний. Малый и средний не будет меняться, да и инициатива не будет, если контрольно-надзорное давление на него не будет снижаться. Это принципиальная задача местных властей, прежде всего, потому что это не только федеральные органы власти проверяют, но и региональные, муниципальные. Ну и как итог, наверное, это все-таки обеспечение национальной безопасности, для того, чтобы экономика, социальная сфера не стояла на месте и двигалась. Но главным итогом, все, запрос человека, внимание к нему, учет мнения жителей региона, муниципального образования при принятии тех иных решений. Вот как раз по поводу этого диалог органов власти и диалог конкретного человека, диалог избирателя. Есть очень большой запрос у президента, у премьера, да, по поводу того, чтобы вот это плечо взаимодействия в регионах, да, сократилось. Сократилось, причем до каких-то минимальных значений. Мне кажется, что это пространство нужно вообще ликвидировать. Ликвидироваться. Да, я говорю о коротком шаге от человека в муниципалитет, от человека в регион, или через муниципалитет, или из областных органов. Ну, например, нормой должно стать регулярные отчеты власти перед людьми, для которых она работает, в конце концов, для которых она выполняет наказы избирателей, полученных в ходе различных избирательных кампаний. Человек должен иметь возможность сказать, куда мы идем, туда ли, услышала ли его власть, или власть послушала и пошла своим путем. Возможно ли будет выполнение поставленных задач как раз без вот этого короткого плеча взаимодействия? Очень сложно. Мы просто будем идти параллельными курсами, извините, не придем к цели. Поэтому это должно стать просто нормой. На каждом уровне власти человек должен знать, вот короткий путь, прийти, обозначить проблему. Знать кому, знать куда, когда. Да, он должен понимать, что это услышит тот, кто будет потом решать. Поэтому не случайно и роль муниципальных образований, и уровень их ответственности. Президент об этом сегодня сказал, что сегодня нужно посмотреть ответственность, полномочия, обеспеченность возможностями для того, чтобы максимально быстро слышать и реализовать то, о чем говорит человек. Я уверен абсолютно, что сегодня очень отчетливо было сказано о таком плотном взаимодействии с самого верхнего уровня федеральной власти, региональной и муниципальной образования. Вот эта дорога должна быть короткой, понятной и воспринимаемой жителям любого региона, и даже самого маленького муниципального образования. Василий Юрьевич, спасибо вам огромное.